В рождественский сочельник верующие с нетерпением ждут, когда загорится первая, самая яркая звезда, та, что привела к младенцу Иисусу волшебников-волхвов. Наступает время собраться всей семьей за праздничным столом, преломить оплатки и попросить друг у друга прощения. В этот торжественный вечер католики посещают службу и делятся доброй вестью. Для нас Рождество – это в первую очередь семейный праздник, так как мы собираемся всеми семьями, бабушки, дедушки, наши дети, вместе отмечаем. Также очень часто приходим в костел, наши дети поют в костеле. Рождество – это для каждого человека, это обновление, это свет, это все, это мир в душе. Рождество, в первую очередь, это большой святой праздник, к которому мы все готовимся и всегда рады его встречать. Это такой семейный праздник, когда Иисус родился, Иисус, Дева Мария, Иосиф. Я тоже сегодня приехала к своим родителям, да, то есть такая ассоциация, ну, как для христиан тоже очень важный праздник, один из самых главных, вот, поэтому тоже обязательно хочется прийти в костел в этот день, вот, ну, помолиться. Рождество для нас, в первую очередь, это семейный праздник, где собирается вся семья. Это все, мы ходим всегда в костел, у нас принято, чтобы вся семья собиралась, бабушек, дедушек приглашаем, и все происходит такой любви, взаимопонимания и соединения семьи, в первую очередь. Какое-то волшебство происходит по-любому. Кульминация вечера – торжественное богослужение. По традиции священник кладет в рождественский верте фигурку младенца Христа. Главный католический праздник напоминает о том, как пришел в наш мир Сын Божий, спаситель всего человечества. Дева Мария и Иосиф отправились в Вифлеем. Пара не смогла найти в городе ночлег и остановилась у пастухов в Хлеву. Там ночью и родился Иисус. Каноническая сцена отражена в рождественских вертепах, в костелах и домах верующих. Костел непорочного зачатия при святой Деве Марии под стать Рождеству. Повсюду живые ели. Есть здесь и ясли с фигурками Иисуса, Иосифа и Марии. Все напоминает о рождении Сына Божьего 2000 лет назад и сегодня. Под сводами храма звучат звонкие детские голоса. Спасителя здесь славят стихами и гимнами. Прихожане замирают, внимая поистине ангельскому пению. Если обудимся, к Рыску садимся. Накануне в Бобруйский костел прибыл Вифлеемский огонь, символ Рождества и единства всех людей. После святой мессы каждый желающий, независимо от конфессии, может забрать частичку священного пламени домой. Жадаю вам этой Божьей милосердности, опеки Найсвятейшей Девы Марии, заступництва святого Юзефа, капс подорожничали на вашем житевым шляху, сяродня взгод, сярод турбота у беда, сярод хвороба, сярод недостачи, немачи, по всім гэтым бачит доверливый Божий провид. Чаго вам от усяго серца жадаю. Праздник Рождества Христова открывает в календаре колядную октаву. На протяжении восьми дней католики будут участвовать в богослужениях, встречаться с родными и знакомыми, дарить подарки и искренне делиться радостью Божественного рождения. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин. Итоги недели.